здравствуйте друзья здесь демитков юрий я обещал что расскажу о тех кризисах которые я пережил которые я помню ну и которых может быть читал в книгах и вот сейчас я хочу о первом кризисе который случился это кризис который завершился переходом от социалистической системы к нынешней системе которая существует в россии я родился в шестьдесят третьем году я уже говорил шестьдесят четвертом классе пришел брежневе леонид ильич я вырос при брежневе значит закончил школу при брежневе учился при брежневе поступил институт при брежневе и только потом потом стали проявляться изменениям в чем я вижу причины падения социалистической системы и почему это произошло и как нам говорили что капиталистические отношения следующие в основе капиталистических отношений лежит частная собственность право частной собственности неприкосновенно и безусловно и И частная собственность там практически на все, на средства производства в частности, частная собственность. И Ленин говорит, что частная собственность это плохо, потому что, во-первых, цель любого капиталиста это извлечение прибыли, это правда. Вот, и соответственно, как писал Маркс, если кто-то вспомнит эту цитату, нет такого преступления, на который бы не пошел капитал ради сохранения своих прибыли. То есть было признано, что капитализм это зло, во-первых, во-вторых, значит было признано, что с этим надо бороться, в основе капитализма лежит частная собственность, разгробленность какая-то. Вот, а как с этим бороться, какая система придет этому на смену? Они сказали, этому на смену придет система социализма. Что такое система социализма? Это когда все средства производства сосредоточены в руках государства, целью государства должно являться забота о благосостоянии своих граждан, что правда, в общем-то сказать, цель государства именно в этом, защита интересов граждан государства, большинства граждан государства. Вот, и государство будет полностью заботиться. А для того, чтобы государство могло полностью заботиться, ну, во-первых, значит, в целях государства часто развитие каких-то крупных проектов, в частном, например, при частной собственности, при капитализме утверждалось, что, в общем-то сказать, невозможно ничего очень крупного как бы создать. Ну, а когда есть система социалистическая, то все находится в руках государства, и государство с целью повышения благосостояния своих граждан направляет, там, основные силы, так сказать, одного направления, такое глобальное, второе, третье и так далее. И раз государство заботится о людях, то никакой анархии не должно быть, должен быть полный порядок, и все должно идти по плану. Поэтому для того, чтобы социалистическая экономика развивалась, и она будет развиваться намного быстрее капиталистической, все должно быть по плану. Поэтому должно быть государственное учреждение, которое называется Госплан, оно было. Партия должна быть только одна, это коммунистическая партия, которая выражает интересы всего народа. Вот, и других партий не должно быть, потому что народ-то один, значит, и партия должна быть одна коммунистическая, и поэтому должна быть записана в Конституции руководящая роль коммунистической партии. А раз мы заботимся о благе народа, то, значит, цены должны быть низкие, поэтому цены никто не волен назначать, кроме государства, поэтому был госкомцен, госстандарт — это единый стандарт, который выдавал все стандарты, которые должны быть, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И вот такая система существовала 70 лет. Да, действительно, это позволило нам сделать электрификацию, построить Днепрогэс, построить Саяно-Шушинскую ГЭС, там потом были стройки, там, я помню, газопроводы мы строили, это еще я помню, вот, дороги какие-то строили, все это, в общем-то сказать, там действительно, да, то есть можно было сконсервировать все внимание вот на строительстве этих глобальных строек каких-то, потом был уже поворот северных рек куда-то там на Целину и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Забота о благосостоянии народа, ну, она, в общем-то сказать, немножечко в стороне стояла. Была истерия, что надо все направлять на вооружение, и была беспрецедентная гонка вооружений, которые мы в результате, ну, вообще, так сказать, вот к концу правления Брежнева стало понятно, что Госплан не справляется со своими задачами, потому что, ну, какие-то люди из Москвы не могут и не способны управлять всей страной, потому что любой вопрос надо было решать в Москве, во-первых, во-вторых, значит, если кто-то проявлял инициативу, ехал в Москву, говорил, я хочу вот произвести там, ну, грубо говоря, айфон, то ему говорят, а он в плану не включен, и все. Вот. А сколько он будет стоить там? Потом раз-раз посчитали, нет, что-то нам лом. Вот. То есть, тормозила система вот эта вот, которую стали называть административной командой, она тормозила развитие экономики, развитие экономики прекратилось. К концу правления Брежнева, ну, уже такой полный застой, тухлятина, болото такое. Ну, понятно, что уже ничего не может измениться, потому что, ну, потому что пока Брежнев не уйдет, уже ничего не изменится, Брежнев-то ничего не будет менять, ему не надо уже, так сказать, ему, дай бог, уйти спокойно с миром, а остальные тоже не способны. Политбюро, совет старейшин, причем не просто старейшин, а престарелых, там, так сказать, там, долгих капитонов-катушев, подгорных, там, грамыка, вот. Ну, они монстры, конечно, но они уже не способны были ни на что новое. Когда построили всякие газопроводы, нефть стоила, там, какой-то период поднималась до 100 долларов за баррель, а потом она стала резко опускаться, и, в общем, доходы в нашей стране стали падать. Вот, и когда умирает Брежнев, что делать, там, назначают? Политбюро Андропова Юрия Владимировича. Андропов, это первый ФСБшник был, и что он сделал? Ну, он уже понимал, что, как бы, надо какие-то перемены. Какие перемены может сделать ФСБшник? Ну, во-первых, он ввел жесткую дисциплину, понятно, потому что первое, что он говорит, что, блин, нужно укрепить власть, потому что что-то народ как-то вот разболтался, не хочет работать, поэтому дисциплина на рабочих местах повсеместная должна быть, вот. Вот, ну, и надо что-то делать, но Андропов, когда пришел, он был уже бесконечно болен, как-то месяца три он всего пробыл в нормальном состоянии, более-менее в работоспособном. Потом он уже руководил стороной из больницы весь оставшийся срок. Вот, и что он сделал? Он заложил фундамент в будущее изменения, он сказал, что нужно омолаживать Политбюро, нужно кого-то инициативного, молодого вводить в Политбюро, нужно обновлять состав, и он ввел в Политбюро молодого инициативного бывшего комбайнера из Краснодарского края, вот, такой вообще, так сказать, деловой, энергичный был чувак такой, вот, Михаил Сергеевич Горбачев, вот, он его ввел в Политбюро. Но Андропов недолго прожил и, значит, благополучно скончался, после него пришел Константин Устинович Черненко, который, в общем, сказать, был совсем тоже уже старикашка, и он уже, так сказать, вообще ничего не делал. Брежневские времена сразу вернулись, но ненадолго, потому что Черненко тоже не был способен ничем руководить. И вот тогда уже после смерти Черненко Политбюро собирается и говорят, ну что, да, а в это время, там, глобально уже все, кругом люди, все, так сказать, дефицит полнейший, за всем люди стоят в очереди, система распределения уже, талоны какие-то, на предприятиях там разыгрывают что-то, там, скажем, ну, система заказов и так далее. То есть уже не деньги работают, а какая-то система распределения, там, по справедливости стараются, так сказать, там, как-то по стажу и так далее. Вот Горбачев приходит, он говорит, сначала он сказал, что нужна демократия, вот, нужна гласность, вот, и нужна дискуссия о том, как нам дальше развиваться. Это Горбачев, консенсус и так далее. И Горбачев очень правильно, что начал делать, это хозрасчет вводить в предприятиях, то есть он вводит экономические стимулы. Он это понимал, он начал это делать, вот, он начал вводить экономические стимулы для всех подразделений буквально, то есть он говорит, что нужно, чтобы работала экономика, но, к сожалению, было уже поздно. Нефть при этом непрерывно падала, было уже поздно, и когда коммунистическая партия, ну, так сказать, там, вот, предприняла попытку реанимации коммунистического режима, то есть путь был, то, в общем, так сказать, они уже, ну, были ослаблены сильно. Путь не удался, вы помните, да? Я хорошо помню это время. Ельцин пришел. И вот уже при Ельцине, ну, кругом демократия, Ельцин сказал, что разрешено все, что не запрещено. То есть, смотрите, вот, революция, я считаю, началась еще с Горбачева, потому что Горбачев первый подписал уже закон о свободе предпринимательства, о кооперативах, так называемой. И уже при Горбачеве начали создаваться кооперативы. Это вот такая, уже мелкобуржуазная, какая-то вот такая вот, мелкобуржуазный элемент, который он ввел в систему социализма. Но было уже поздно, в общем, сказать, и пришел Ельцин, который сказал, что вот все. И что было? Смотрите, как можно было предусмотреть, как можно было заработать, вот во времена, ну, уже Горбачева и Ельцина. Смотрите, как я говорил в предыдущем видео, две концепции. Старая концепция отживает себя, и она однозначно уйдет, и придет новая концепция. И надо было смотреть просто, какая концепция придет на смену, что будет. И просто надо было смотреть и думать, а что же будет. Шла дискуссия, писали статьи, они экономисты были, как нам надо строить систему дальше, что надо делать. Вот эти статьи просто, если надо читать, там было понятно, что будет вводиться и предпринимательство, и свобода предпринимательства, свобода, ну, частная собственность какая-то будет вводиться. То есть, вот они, то есть старая система, когда никакого предпринимательства, сколько ни работает, твоя зарплата не будет от этого зависеть. Тут говорят, что, пожалуйста, становись предпринимателем, и твоя зарплата будет не ограничена и ничем, потому что вот она, значит, ты можешь назначать сам цены, никуда не ходить, ни в какие госком цен, и так далее. Потом приходит Гайдар со своими революционными, там была тоже дискуссия, между прочим, как нам преобразовывать, как нам поменять вот этот вот переход, осуществить из, смотрите, сейчас дальше внимательно, из социалистической системы в капиталистическую, и они говорят, что нужно вводить частную собственность, частную собственность на средства производства, и нужна приватизация. Во-первых, во-вторых, значит, нужно отпустить цены, свободные цены и так далее. Это было понятно. Вопрос был в том, как, значит, и Явлинский публикует свою программу в то время, 500 дней, о том, что на переходный период потребуется 500 дней, 500 дней на переходный период. Мы будем постепенно делать, прям по шагам, там подробнейшим образом все расписано было, по шагам, вот в этой программе 500 дней. На секундочку, 500 дней – это больше года, это полтора года. То есть мы сначала вот потихонечку, значит, вот это делаем, потом потихонечку, потихонечку начинаем отпускать цены, потихонечку, потихонечку, и вот в течение 500 дней мы как-то перейдем на новые рельсы. Это была программа Явлинского. И была программа Егора Тимуровича Гайдара, который сказал, что все нужно делать быстрее намного, потому что есть большая вероятность реанимации коммунистического режима, и поэтому надо в один день отпустить вообще все цены, полная свобода, полная свобода всего, и система сама устаканится. И когда Гайдар пришел к Ельцину, то, в общем, Ельцин спрашивает, говорит, ну, ты понимаешь, к чему это приведет? Гайдар говорит, понимаю. Он говорит, ты понимаешь, что всех снесут? Гайдар говорит, понимаю. Ты готов на это? Да, готов. Ты понимаешь, что тебя будет вся страна ненавидеть? Гайдар говорит, я это прекрасно понимаю, что будет болезненно, но я готов принять на себя вот этот весь удар всего этого. Да, ну и был Чубайс, который разрабатывал, но это уже чуть позже, программу приватизации, потому что они работали в связке, конечно же, там как бы это единая как бы система. Они говорят, да, создаем вот это вот правительство, которое осуществит быстрые перемены, будет болезненно, больно, но быстро. Ну, это система революции, как бы революционеров. Явлинский говорил, что надо, так сказать, не так быстро, чтобы, ну, как бы потихонечку, там типа, они говорят, что там собаки, хвост отрубать по чуть-чуть, давайте все сразу. С 1 января были отпущены цены, после 1 января мы все побежали в магазин, ну, и прибежали как на экскурсии, потому что цены в один день выросли в 3 раза, это был шок. В общем, я помню, что, ну, я-то был студент еще, у меня уже была дочь, которую надо было кормить, короче говоря. Ну, жена молоком еще, так сказать, там, младенец, ну, как бы совсем-совсем. Вот. Ну, что было? Я голодал реально, потому что я тогда похудел на 20 килограмм. Денег хватало только вот ребенку купить, мать, потому что кормящая, но меня уже не оставалось. В общем-скак, ну, то есть совсем-совсем плохо было. Это 3 месяца было, да. Вот. Но потом как-то вот. А потом, ну, когда они же понимают, то есть, как бы Гайдар-то управлялся этим процессом. Вот. Он говорит, так, все, сейчас будет недовольство, и всех снесут к чертой матери, надо, значит, напечатать деньги, повысить зарплату. Напечатали деньги, повысили зарплату, всем дали, люди так более-менее вздохнули. Вот. Ну, цены тут же, так сказать, начали расти, потому что, как бы, деньги-то не обеспечены, напечатали, цены стали расти, значит, ну, и так далее, и так далее, и так далее, гиперинфляция была там бешеная, и так далее. Что с приватизацией, и на чем я заработал? Смотрите. Опять же, была концепция о том, что нужна приватизация, но приватизация в нищей стране, это страшное дело, на самом деле, потому что кто будет покупать эту собственность? Никто. Правильно? В стране. И если сделать приватизацию, да, а буржуи в этом поддерживали нас, да, 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 нужна перестройка, и они настаивали, конечно, на системе приватизации. Они говорят, давайте, значит, вы продаете, мы вам даем кредиты, и забираем у вас все, что есть. То есть промышленность вся должна была принадлежать, как бы, иностранцам и так далее. Потому что кто еще купит это дело, то есть если продавать на свободном рынке в нищей стране, где все нищие, в общем, кто купит вот это все. Вот. Поэтому Чубайс разрабатывает систему приватизации ваучерных, то есть раздать всем людям ваучеры, только гражданам страны. Вот. Ну, был вопрос, кому раздавать там и так далее, это уже детали. Вот. Но было решено, что приватизацию сначала проводим среди своих граждан. Да, понятно, что это будет, так сказать, как бы, тоже понимал, что его будут ругать за это. Вот. Ну, по крайней мере, она не достанется иностранцам, по крайней мере, в начале. Вот. И вот так. Ну, что надо было делать? Во-первых, смотрите, было понятно, что концепция социализма уходит, то есть надо забыть цепляться, так сказать, вот за социалистические, как бы, ценности, надо понять, в чем заключаются ценности вот эти новые капиталистические и заниматься именно этим. А в чем заключаются ценности? Частная собственность, частный бизнес, предпринимательство. То есть было понятно, что надо становиться предпринимателем, друзья мои. Кто-то мог говорить, что вот эти предприниматели, все спекулянты, Они там ради наживы и так далее. Друзья мои, хотите выжить, новая концепция побеждает, занимайтесь тем, что диктует вам новая концепция. Страшные трагедии происходили, страшные ломки у людей, многие там уехали в то время. Да, первое, что я предпринял, это, ну так как я был ученым, мне хотелось остаться ученым, но понятно было, что наука в России обречена. Я поддал заявление на эмиграцию в Австралию, которое Австралия с успехом отвергла, сказала в ближайшие 150 лет просьба не обращаться. Ну это стандартный отказ был, потому что с пятого раза, как правило, они принимали, и я не настаивал сильно. Я сказал, ну тогда, значит, я стану предпринимателем. То есть у меня было, я решил для себя два варианта. Либо я продолжаю деятельность как ученым и уезжаю куда-то за границу, но как ученый я пока еще тогда был совсем-совсем молодой и не состоявшийся. Вот, мне, так сказать, дали отказ, но я говорю, ну тогда в частный бизнес ухожу. Вот, поэтому я решил уйти в частный бизнес, куда не знаю. Вот, я не порывал сразу с институтом. То есть я взял отпуск за свой счет и устроился, ну в какую-то компанию. Почему я туда устроился? Ну, потому что надо как-то освоиться. Новый бизнес, новые вот это вот отношения, да, они всегда, ну что-то новое. Поэтому, что надо было первое сделать, это сменить круг общения. Вот, только ради этого я пошел. И, значит, ну куда-нибудь надо устроиться в какую-то частную компанию. В этой частной компании оказалась страховая компания. Я поговорил с шефом, шеф спросил, что ты хочешь, я сказал, что я хочу быть финансовым директором ни много ни мало в страховой компании. Он говорит, о, классно, давай, значит, там я как раз хочу создавать там отдел по управлению фондами. Вот, и он меня принимает. Но, так как фондов не было никаких, управлять было абсолютно нечем, страховая компания была умирающая. Мне было делать там абсолютно нечего. Мне дали сначала книгу по страховому делу, я изучил, я понял, что страховые компании – это не то, что банки. И страховые компании – это основа вообще финансовой системы на Западе. Вот, и еще один момент, я попросился у шефа, говорю, шеф, ну раз я финансовый директор, то давайте предприятие, страховая компания направит меня на обучающие курсы по финансам. При министерстве финансов, по ценным бумагам. Вот, я нашел такие курсы двухнедельные, и я туда ездил каждый день за счет компании, в общем сказать, ну по ценным бумагам. Мне это было интересно на самом деле. Вот. А потом просто, значит, смотрите, что произошло дальше. Дальше вообще шеф очень интересно от меня избавился, и шеф говорит, Юр, давай мы, значит, создадим дочернее предприятие, которое будет заниматься как раз финансами, управлением финансами, и ты будешь логично директором этой фирмы. Я говорю, да, да, хорошо, шеф, давай. Вот, ну давай, говорит, готовь документы, ну как бы организовывай такую компанию. Вот, я долго готовил документы, значит, там что-то у меня не получалось в налоговую зарегистрировать эту фирму долго-долго-долго, что-то не получалось, месяц, там два, наверное, прошло или три. Вот, и в конце концов, значит, мне говорят, все, фирма зарегистрирована. Шеф говорит, ну все, Юра, теперь, значит, это самое, теперь мы переводим тебя, значит, теперь твою зарплату будет платить твоя фирма тебе, вот, пиши заявление на увольнение, а там ты директором будешь, и твоя фирма будет платить тебе зарплату. Я говорю, ну, хорошо, а расскажите мне, откуда моя фирма возьмет деньги? Шеф говорит, ну так ты же директор, это тебе решать. Вот ты иди и спроси у своего директора, то есть у себя, как ты собираешься зарабатывать деньги. Вот таким образом я стал предпринимателем. Вот, и тогда мы, помню, сели, значит, ну, в принципе, мы как бы втроем были, значит, я, моя жена и Костя, вот, сидим, чем заниматься. А в то время было, то есть, ну, то есть полная свобода, вообще практически неважно, чем ты занимаешься, все равно деньги у тебя будут, то есть деньги просто вот шли отовсюду. Вот, и мы долго решали, чем заниматься. Кто-то говорил, что давайте будем заниматься продуктами, то есть покупаем продукты на оптовой базе, или оптовой, вот, и продаем на рынке, вот, или там в каких-то магазинах, потому что люди будут всегда покупать продукты. Но этим не занимался только ленивый, во-первых, во-вторых, это было скучно для меня, неинтересно. Вот, и продукты, говорю, это портятся, это взятки, это санэпидстанции, взятки ментами и так далее, и так далее. Было понятно, что, как бы, проблемы с милицией-то будут, и тогда еще кругом Ельцин же сказал, разрешено все, что запрещено, делайте все, что хотите. Но в том числе и бандиты были, так сказать, они там, как бы, были предприниматели, которые зарабатывали бешеные бабки, были бандиты, полная свобода для которых, которые тоже, в общем, выколачивали эти бабки из предпринимателей. Ну, хочешь деньги, вот, пожалуйста, деньги большие, но есть риски, вот, как всегда. И, значит, потом мы думали, так, носки, может быть, потому что носки, так сказать, довольно часто покупают, там есть фабрика какая-то недалеко, давай, значит, будем пробовать носки покупать. Вот, мы пробовали несколько раз там сигареты продавать, покупали на Киевском вокзале огромными коробками, там, ну, несколько раз, вот, продавали блоками, там, ну, как-то вот так, ну, как-то мало что получалось. И я тогда сказал, слушайте, приватизация. Вот он, наконец, так сказать, полтора года шло обсуждение, как будет идти приватизация, и победила вот эта ваучерная приватизация концепции, наконец стали печатать ваучеры. И я говорю, слушайте, мы являемся свидетелями самого большого в истории вообще цивилизации, в истории человечества передела собственности. Никогда еще не было такого передела собственности, который будет у нас в стране. Никогда, ну, то есть, ни при каком строе, потому что, ну, не было этого. Вот, и вот сейчас, что такое передел собственности? Это говорю, государственная собственность была, она будет переходить в частные руки. Как это будет происходить? Ну, наверняка это будет происходить там как-то вот, но не всегда, скажем, гладко. Вот, но это крупнейший передел собственности, это крупнейший переток капиталов, и, друзья мои, надо заниматься именно этим. Ну, они согласились со мной, но они говорят, ну, а как же деньги, откуда придут? Я говорю, я не знаю откуда. Когда есть огромные денежные потоки, которые идут мимо тебя, то есть, это вот такая труба огромная, там деньги, просто в трубе дырочку просверлить, и, значит, с ведром, если стоять, то, в общем-то, есть надежда, что останешься живым, если будешь аккуратно работать. Надо, цель, самое главное, остаться живым, а вторая, заработать деньги, конечно, приятно. Достаточно быстро я нашел схему, как там на этом зарабатывать деньги. Деньги были большие, не просто большие, а очень большие. Вот, и это была прорывная вещь, это было очень здорово, потому что, ну, все занимались продуктами, это было понятно. То есть, вот они продукты, вот здесь ты продаешь, значит, приходят бандиты, тебя разувают. Вот, там все было отлажено. Если ты занимаешься, там, какими-то носками, или, там, какие-то пакеты продаешь, сковородки, там, не знаю что, промышленные товары, вот он товар, вот продаешь, значит, вот тебе бандиты, значит, крышуют и так далее. А тут какие-то ваучеры, в этом мало кто понимает, кроме нас. И все, понимаете, то есть, вот я один, ко мне никакие бандиты не приходят. Потому что бандиты в этом не собираются. Что за ваучеры? А что, там можно заработать? А как? А что с этим делать? Вот, как их крышевать? Непонятно. Короче говоря, это было здорово. И, ну, когда обсуждали, Костя говорит, ну, а если придут? Я говорю, а если придут, смотрите, я им скажу, что я продаю ваучеры, вернее, так сказать, я занимаюсь как, ну, грубо говоря, дилер от московской недвижимости. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, вот я вас сведу со службой безопасности московской недвижимости, боевого инвестиционного фонда. Вы, так сказать, хотите этого? Да, давайте. Я, как бы, организую вам встречу. Ну, в общем, так сказать, ну, как бы, ну, таких проблем не было, в общем-то, так сказать. Вообще никто не приходил. Вот. Деньги были очень-очень большие. Смысл какой? Смотрите. Было понятно заранее. За полгода было понятно, куда идет вектор. Было понятно, что будет ваучерная приватизация. Было понятно еще вот, когда система социалистическая сгибалась. Было понятно, что частная собственность будет, что будет предпринимательство. То есть надо было идти в предпринимательство. Я ушел в предпринимательство. Это было правильное решение. Надо было идти в фондовый рынок и вот эти вот всякие отношения собственности и ваучеры. И я туда пошел. И это было правильное решение. И вот то, что я угадал вот этот тренд, он позволил мне очень-очень здорово подняться. И все было совершенно шикарно до тех пор, пока ваучерная приватизация не закончилась и не рухнул фондовый рынок. Понятно было, что надо оставаться предпринимателем. А чем дальше заниматься? Я решил, что а вот дальше теперь надо поднимать промышленность страны и надо становиться уже не просто предпринимателем, а делать производственную фирму, заниматься производством. И то есть я уже выбирал, каким производством я буду заниматься, но я хотел производить какую-то продукцию нужную людям. Ну, это уже история для другого видео. На сегодня все. Поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите еще раз, что вы думаете по этому поводу, в чем вы со мной согласны, в чем нет. Вот. И до следующего видео. В следующем видео я расскажу о том, ну, что я делал во времена... Ну, во-первых, девальвация была. Что я делал во времена гиперинфляции. И что надо было делать, и что делал я. И правильно ли я делал. И дефолт. В 1998 году это тоже был сильнейший удар. Как его можно было предусмотреть, что можно было сделать. Поэтому оставайтесь на моем канале. Лайк. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.